доброго времени суток коллеги на связи виктор паньков сегодня 7 января четверг поздравляю всех православных с праздником рождеством христовым и у нас настало время проанализировать рынок форекс посмотрим какие тенденции какие движения у нас появились начале нового года чего ждать от цены ближайшее время и разберем наши стандартные инструменты хочу отметить что в своей работе на рынке форекс я использую как классический технический анализ так и математические методы определения потенциала простые методы и также сетку фибоначчи итак начнем с евро доллара евро доллар достиг пика по моему этот промежуточный уровень золотой мы с вами до нового года не отмечали тем не менее как мы видим те цели которые мы ставили прогнозировали они у нас весьма неплохо выполнилась то есть от тестирован у нас было этот ключевой уровень неоднократно затем его все-таки пробили обновили максимум и здесь образовалась у нас зона ликвидности образовалась она практически из последнего движения перед новым годом поэтому про нее по моему я в последнем обзоре в прошлом году не упоминал но тем не менее тем не менее сегодня мы скорректировали с нисходящим направлении видим что пробили одну из трендовых одну из трендовых линий пробили цена немножко застряла в таком своеобразном накоплении между одной и другой трендовой линии и сейчас мы будем с вами ожидать следующего у нас произошло отбитие цены от одного из ключевых уровней есть еще более дальний ключевой уровень это 12296 и соответственно если цена не пойдет выше него то есть если не будет нарисован вот нарисована вот такая картинка закрепление выше этого уровня значит мы пойдем на более глубокую коррекцию здесь стоит рассмотреть первую интересную зону в качестве остановки этого коррекционного движения это зона 12181 12205 сюда по структурному определению у нас должна прийти цена после отбития от этого уровня есть более дальний ключевой диапазон 12138 12155 но для начала нам нужно будет хотя бы где-то отбиться от этого уровня возможно также нарисовать отбой от зеркального уровня поддержки сопротивления вот этого пика но затем уже пойдем нисходящем направлении если же цена закрепившись выше уровня 12296 пойдет восходящем направлении здесь нашей целью будет вот этот ключевой диапазон 12369 12396 его по моему мы отмечали как раз перед новым годом фунт доллар фунт доллар находится в небольшом флэтовом накопление однако характер последних движений заставляет нас задуматься не хочет ли цена уйти в нисходящем направлении на более серьезную коррекцию все-таки в англии сейчас дела не лучшим образом складываются если вы не в курсе то там обнаружили новый штамм коронавируса мутировавший и там вновь пошли заболеваемости вновь англию закрыли на карантин вот поэтому вполне возможно что ближайшее время последует коррекция вот эти постоянные срывы цены затем какое такое вялое однако дающий эффект накопления затем резкий срыв задумано заставляют нас как раз думать о том что мы можем улететь вниз мы пока еще остаемся в рамках трендового канала который мы с вами отмечали еще в середине декабря и пока что здесь у нас следующие границы движения благодаря вчерашнему дню у нас появилось несколько интересных зон это 1 36 75 1 37 16 сверху и 1 35 19 1 34 78 снизу от этих уровней мы с вами будем ожидать каких-то отскоков и коррекционных моментов однако обратите внимание что все-таки исходя из текущей структуры цена больше смотрит вниз поэтому если верхние уровни будут у нас от тестированы то возможно это будет какой-то пиковый рост затем здесь же моментально снижение и поход нисходящим направлений особое внимание вы можете обратить на новости выходящие как раз по британскому фунту и американскому доллару они могут выступить драйвером к достижению этих целей ключевые зоны поддержки снизу это 1 33 27 1 33 58 целевой диапазон и 1 33 71 ключевой уровень поддержки такие границ стоит придерживаться цели вверху ну как минимум это вот эти два уровня и как максимум при достижении этого уровня как мы видим мы должны от тестировать наш целевой диапазон который у нас остался пока что не от тестированным после этого будет попытка если мы пойдем наверх пробоя трендовой линии и если это произойдет тогда будем искать цели дальше но пока что приоритетное направление мне видится именно нисходящие доллар японская иена накануне вчера пробил трендовую линию в принципе все пока что происходит в рамках нашего сценария перед новым годом мы говорили что у нас очень много ликвидности снизу и видим что практически всю ликвидность мы с вами собрали теперь у нас тенденция здесь следующее сегодня мы достигли очередного ключевого уровня от него видим была небольшая реакция сейчас вполне возможно с ближайшие зоны последует коррекция коррекцию мы ожидаем в район 103 515 либо более глубокую 103 293 отсюда можно рассматривать дальнейшие восходящее движение ближайшая цель сверху это ключевой диапазон 104 253 104 366 цели снизу рассматриваем в районе диапазона 102 324 102 477 к ним мы пойдем только после того как у нас будет цена закрепляться ниже вот этого ключевого уровня 103 293 доллар канадец продолжает двигаться в нисходящем тренде как мы видим движение здесь достаточно техничное прекрасно отрабатываются зоны и что наиболее важно в данном случае у нас снизу было от тестировано вчера все три ключевые зоны по старшему таймфрейму по среднесрочному таймфрейму и по краткосрочным целям то есть в принципе все цели снизу доллар канадец выполнил поэтому есть высокая вероятность того что в ближайшее время мы пойдем на пробой трендовой линии канала и поход восходящем направлении ближайшая цель по восходящему направлению это ключевой диапазон 128 ровно 128 15 более дальняя цель это неотработанная ликвидность 12969 ключевой уровень и диапазон 129921 3014 австралиец доллар а тестировал буквально точечно свой ключевой диапазон 078 21 078 53 после этого скорректировался скорректировались мы на размерность предыдущей коррекции здесь у нас пока что идет все в рамках сценария и по идее здесь у нас есть перспектива дальнейшего роста однако обратите внимание что сейчас все валюты практически все к доллару смотрят на коррекционный момент вниз и австралиец данном случае может не быть исключением хоть это и тихоокеанская валюта движение было достаточно направленным коррекции как таковой глубокой не было поэтому вполне возможно что мы ближайшее время уйдем на более глубокую коррекцию как минимум она может произойти к ключевому уровню 076 91 076 40 а может быть еще дальше к диапазону 075 71 075 92 обратите по крайней мере внимание что у нас есть неотработанная ликвидность снизу и к ней так или иначе у нас цена будет стремиться в ближайшее время поэтому будьте осторожны здесь приоритетное направление возможно поменяется на нисходящее вот таким образом пойдем по новозеландцу примерно похожая картина здесь также мы от тестировали наши верхние цели все которые у нас были дальше цели я пока не рассматриваю поскольку вижу что есть большой потенциал к смене направления посмотрим на характер движения за последние несколько дней то есть видим что явные были у нас проторговки явные тестирование уровней поддержки сопротивления при этом здесь не было обновления локального максимума мы ушли вниз и здесь вновь подтвердили этот уровень поддержки сопротивления то есть сейчас в принципе по техническому анализу если мы с вами работали мы бы открывали сделки на продажу со стоп лоссами за ближайшим локальным максимумом и это было бы правильно однако будьте осторожны здесь есть два ключевых уровня 07 1530 71 98 которые у нас могут толкнуть цену наверх на небольшую коррекцию здесь мы можем вот этот уровень от тестировать если оттолкнемся от этого то от этого от этого нижнего уровня тогда будем тестировать котировку 0 7191 цели внизу у нас находится в диапазоне 070 870 70 105 если спустимся еще пониже вновь достигнем трендовой линии здесь от нее буквально 38 пунктов не очень много поэтому будьте осторожны здесь также возможно смена тенденции на нисходящую золото продолжает двигаться в рамках трендового канала вчера у нас также было снижение тестировали мы несколько зон ну а в целом можно сказать что сценарий наш выполнился то есть мы оттестировали все зоны по ликвидности которые намечали до нового года затем здесь как мы видим со срывом стопов то есть вот он резкий выход затем резкое снижение со срывом стопов соответственно улетели вниз и задержались в районе ключевого уровня 1904 15 этот уровень мы уточняли в понедельник поэтому к сожалению до нового года поскольку максимум локально у нас не был определен трудно было сказать что цена придет именно к нему но тем не менее произошло все пока в рамках трендового канала сейчас идея здесь следующая 12 1926 15 уровень от которого мы скорректировались и застряли в небольшом флете далее есть еще один ключевой уровень 1938 82 и здесь намечается явная тенденция на пробой этого трендового канала и поход вниз к целям 1873 26 1880 62 однако судить об этом мы сможем только после того как у нас цена закрепится ниже трендовой линии в данном случае не рекомендуется принимать какое-либо решение потому что здесь картинка не очень ясно мы торчим во флете между минимумом локальным и максимумом решение лучше принимать от ключевых точек первая точка для нас это если мы пробьем с текущих позиций трендовую трендовый канал и закрепимся под его нижней границей вот это будет точка принятия решения либо если мы пройдем наверх здесь у нас будет точка принятия решения вот этот ключевой уровень не забывайте переводить делку без убыток и пользоваться стоп лоссами цели вверху если мы пойдем продолжать этот восходящий тренд находится в районе 1988 90 однако будьте внимательны к этим целям мы можем прийти после ну такого своеобразного флэтового накопления поэтому здесь возможно придется немножко потерпеть по серебру примерно похожая ситуация также мы идем вверх восходящим тренде также находимся пока у нижней границы и здесь также есть тенденция пробить трендовый канал и скорректироваться к нижним целям 2588 2605 ближайший целевой диапазон снизу структура нам подсказывает что мы можем с текущих позиций туда же и уйти однако по серебру также есть вверху цели это ключевой диапазон 28 ключевой уровень 2841 и чуть дальше находится диапазон 28 62 29 22 поэтому здесь будьте пожалуйста тоже внимательны и соблюдайте правила money management а тенденция у серебра и у золота пока что смотрит в нисходящем направлении учитывая последний срыв поэтому будет лучше если вы все-таки также дождете здесь конкретной точки входа например по пробою трендовой линии только после этого зайдете в сделку нефть марки бренд отработала верхние цели все диапазоны ликвидности у нас как мы видим от тестированы и теперь мы вполне можем с вами дождаться коррекции здесь у нас была небольшая коррекция чуть-чуть мы буквально пару пунктов наверно 4 пункта не дотянули до ключевого уровня можно считать что с небольшой погрешностью он у нас от тестирован цена отскочила и пошла снова на пробой локального максимума однако пока буксует находимся небольшом накоплении поэтому высока вероятность что мы можем спуститься на более глубокую коррекцию ключевые уровни можете себе отметить также 52 98 на случай если все-таки это была ложная отработка и мы еще к нему вернемся и 52 04 еще один ключевой уровень есть более дальний диапазон который стоит иметь в виду если уж мы капитально полетим вниз под действием каких-либо фундаментальных факторов 47 83 48 68 но этот диапазон у нас актуален только для какого-то импульсного снижения если вы же мы будем снижаться последовательно то данный диапазон мы будем впоследствии уточнять будьте внимательны цели сверху по нефти ближайшие в районе 57 67 58 45 до до них конечно с текущих позиций топать 30 350 пунктов это прилично но тем не менее все-таки также как и многие активы мы видим что нефть долгое время росла без какой-либо технической коррекции поэтому сейчас вполне возможно что эта коррекция наступит и доллар рубль те цели которые мы отмечали с вами в конце года они пока что не выполнены мы застряли в небольшом флете движемся в диапазоне здесь у нас есть и трендовый нисходящий канал и такое своего рода восходящее движение исходя из последних 4 5 рабочих дней то есть пока что непонятно куда хочет пойти цена ориентироваться будем на то что происходит в америке доллар у нас вып выступит драйвером и подскажет куда будет двигаться этот актив единственное что пока рекомендую придерживаться южного направления и рассматривать ближайшие сделки вот из этого диапазона с ориентиром на уровень 72 59 его мы отмечали до нового года и на текущий момент мы так до него и не достали почти достали 17 декабря но тем не менее серьезно этот уровень еще не было тестирован поэтому ожидаем спуска цены в этот диапазон как раз сейчас это будет логично учитывая что мы оттолкнулись от верхней границы трендового канала и соответственно прилетим вниз к этим целям отсюда уже пойдем вверх и возможно после этого на пробой тренда и дальше на север такие идеи пока есть на текущий момент по рынку форекс надеюсь вам было полезно это видео ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите колокольчик чтобы не пропустить следующий обзор со следующей недели у нас в список инструментов добавится промышленный индекс и с 500 и доллар франк поэтому кто торгует данные активы обязательно смотрите видео обзоры они будут выходить каждый день удачи и профита всем пока